Операция возмездия в Сирии против террористической группировки Исламское государство набирает обороты. Их уничтожают всеми возможными способами. Крылатые ракеты, бомбы с надписями «За наших» и «За Париж» — ответ за убитых бандитами людей в разных странах. В небе и на земле в Сирии становится жарче. С каждой бомбой и каждой ракетой, ударившей по позициям боевиков, желающих воевать, за них будет оставаться всё меньше. Такие кадры для террористов, как пропаганда с обратным знаком. Даже если вживую наших самолётов они ещё не видели. Тем более сейчас российская авиация расширила список целей. Удары наносятся не только по вооружённым отрядам, их технике, командным пунктам и складам с боеприпасами. Уничтожаются и объекты нефтегазовой инфраструктуры. В первую очередь — караваны бензовозов, перевозивших добытую в ИГИЛ нефть. Интенсивность наших авиаударов по объектам, запрещённые в России ИГИЛ, увеличилась со вторника, когда группировка ВКС в Сирии была усилена. В боевой работе теперь принимают участие бомбардировщики дальней авиации. Маршрут их полёта таков, что в пути самолёты производят дозаправку топливом прямо в воздухе. На этих кадрах к воздушному танкеру подходит для дозаправки бомбардировщик Ту-160. Всего же с начала операции в Сирии по целям в ИГИЛ сброшено уже почти полторы тысячи тонн авиабомб. Вслед за российской авиацией своё наступление, причём на всех направлениях, усиливает и сирийская армия. Сейчас боевиков атакуют в районе Алеппо и в горной части провинции Латакия. А в городе Тельбиса правительственным войскам удалось уничтожить цех по производству взрывчатки. Массированные удары российской авиации нанесли невосполнимый ущерб международным террористическим организациям на территории Сирии, нарушили их систему управления и финансирования. Эта помощь придаёт силы нашему народу в борьбе с международным терроризмом и играет решающую роль в успехах сирийско-арабской армии. Реакция Запада на действия российско-сирийской коалиции по-прежнему сдержана, но даже там пресса уже вынуждена признавать факты. Наши действия приводят и к военным, и к политическим успехам. Российские военные показывают, что они способны проводить такие же миссии, какие проводили силы коалиции под руководством США, и при этом не действовать под эгидой Вашингтона. Путин распорядился, чтобы военно-воздушные и военно-морские подразделения, действующие в Сирии, координировали свои операции с Францией, которые также наносят удары по позициям ИГИЛ, что стало основой для возможных совместных российско-французских операций в будущем. Возможный союз России и Франции против террористов из ИГИЛ тоже получает от журналистов авансом положительные оценки. Мои симпатии на стороне президента Оланда. Если вы участвуете в драке на ножах, то кого бы вы хотели видеть с вами заодно? Бойца или университетского философа, наподобие президента Обамы? Тут и голову ломать не над чем. Авианосец Шарль де Гольф, флагман французского флота, к концу этой недели должен прибыть к берегам Сирии. Президент России уже поручил нашим военным работать с французскими моряками, как с союзниками. Павел Краснов, Светлана Баркова, Станислав Оплетин, Первый канал.